Аллилуйя! 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 Замечательный и необыкновенный мир иконы открывает для учеников иконописного класса, который ведет Ирина Белякова, иконописица и реставратор с многолетним опытом для храмов и семейных иконостасов. Все свое умение, знание, опыт она передает ученикам класса иконописи, который собрал людей из разных стран, различных христианских традиций, православных, епископалов, католиков, которые постигают тонкости византийской традиции создания иконы, открывают для себя ее богатство, понимание смысла, красоту и литургическое значение. Вот уже шестой год каждую субботу в центре Вашингтона, в церковном доме собора Святого Николая собираются на занятия ученики иконописи. Ирина, преподаватель класса, окончив в Воронеже художественный институт по специальности реставратор, в начале 80-х переехала в Москву. Там она встретила и стала ученицей известного иконографа Ксении Покровской, которая в свою очередь была ученицей монахини Леонии Соколовой, духовной дочери священника отца Сергия Мечева. Монахиня Леония в годы религиозных гонений возрождала и создавала иконописную школу в Троице-Сергиевой лавре. Долгое время Ирина жила у Ксении дома в тесном общении с мастером, она познавала глубины иконописи. Ирина познакомилась с отцом Александром Мейнем, слушала его проповеди. Отец Александр стал впоследствии ее духовным отцом. Работала в московской патриаршей мастерской. Почти 30 лет Ирина живет в США. Помимо преподавания Ирина пишет иконы для православных храмов, прихожан, реставрирует. Техника, которую она использует и которой учит на своих занятиях, имеет византийские истоки. Как мы уже сказали, Ирина и ее ученики работают в так называемой темперной технике, в основу которой входит перетертый пигмент с желтком. Работа над каждой иконой занимает месяцы, иногда целый год. Такая вот византийская техника заключается в многослойности. Нанесение плавий требует терпения, концентрации, конечно, молитвы. На занятиях, особенно при работе с светом, усваивается понятие и смысл техники письма продвижения как бы от темноты к свету, а также принцип обратной перспективы, характерный только в иконописи. Таким образом, для того, кто раньше занимался академическим рисунком и живописью, приходится переучиваться, так как принципы традиционного искусства здесь не подходят. Класс этот разнообразен как по вере, по профессии, так и по национальностям. Большинство составляют люди православные, среди них есть и протестанты, и католики. Керен занимается у Ирины уже более 15 лет и принадлежит епископальной церкви. В начале 90-х годов Керен была в командировке в Москве. Посещение собора Василия Блаженного и других храмов Москвы глубоко поразило ее, и она открыла для себя мир иконы. По возвращению в США Керен познакомилась с Ириной и с тех пор непрерывно занимается иконографией. Клэр, которую многие хорошо знают в Свято-Николаевском соборе, перешла в православие, будучи родом из епископальной семьи. По словам Клэр, побывав на православной литургии, она сразу, без сомнения, осознала, что всегда была православной, настолько близкой к сердцу ей показалась православная служба. Она занимается иконографией уже больше пяти лет. Иконами я заинтересовалась в 1968 году, когда мама прислала изображение Божьей Матери города Ситка. Это была первая икона, которую я увидела, и она поразила меня взаимной нежностью матери и ребенка. Она тронула меня, и я оставила глубокий след в моей душе. Лучшей возможностью изучать иконографию была встреча с Ириной Беляковой. Это было то, о чем я мечтала всегда. У меня появилась потрясающая возможность обучаться у Ирины, такого прекрасного преподавателя. Она поправляет, улучшает, объясняя смысл моей работы. Во время занятий наступает спокойствие, умиротворение. Это особенно важно для меня. Продвигаясь в иконографии, нужно многому учиться. И даже сейчас, после пяти лет занятий, я нуждаюсь в помощи преподавателя. Православие лучше познается в иконографии, отражая все то, во что мы верим. Католичка Зоила родом из Перу. Она давно живет в Вашингтоне. Гейл тоже посещает занятия Ирины. Ее мама еще ребенком после революции в России попала в Америку. Она с детства была воспитана в православии. Когда мы с мужем переехали в Вашингтон, и по счастливой случайности я встретила Ирину, я стала ее студенткой. И последние 13 лет я обучаюсь у Ирины в ее классе. За это время моя техника существенно улучшилась, и я стала более дисциплинированным художником. Сергей, Олга, Оксана, Катя, Русские. Все родились и выросли в разных городах России и бывшего Советского Союза. Их профессиональная деятельность не связана напрямую с православием или с искусством. Среди них есть врач, финансовый аналитик, экономист, инженер в компьютерной сфере, менеджер. На занятиях удивительным образом перекликаются русская и английская речь. В минуты сосредоточения атмосфера в классе наполняется необъяснимой легкостью и благодатностью. Все ученики с нетерпением ждут суббот, когда проходят занятия. Ведь при написании иконы душа и трудится, и радуется, и отдыхает. Потому что иконопись – это богословие в красках. Класс помогает познавать, расширяет и углубляет веру каждого из учеников. Ирина Белякова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok